Взяли все анализы, там кровь, кровь из вены, короче, все полностью, полностью, вот, полностью меня всего перетряхнули, вот, сердечко в порядке, все в полном порядке, все в ажуре, вот, единственное, конечно, нервы, 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 да, нервы, как, ребят, на восстановление, да, врач сказал минимум две недели не пухать, минимум, ну, как раз, я думаю, до Нового Года, вот, ну, тяжеловато мне было, конечно, вот, мы последний стрим, когда провели, а мне стало хуже и хуже, и хуже, и хуже, и в принципе, я воспользовался вашим советом, вызвал врача, вот, приехали два архаровца, сняли кардиограмму, сняли, ну, давление померили, вот, ну, в общем, было коллегиально принято решение все-таки ехать в больницу, вот, ну, меня на скорой забрали, привезли, телефоны все забрали, все понятно, вот, и что, началось лечение, да, помимо этого сделали капельницы, 8 штук, ребят, 8 капельниц, 8 капельниц, горстями таблетки, вот, сегодня меня выписали, я еще умудрился сходить на елку, с детьми, мы сходили на елку, потихонечку, потихонечку сходили на елку, там, провели чудно время, ну, сейчас вернулись, думаю, надо-ка завести шарманку, хоть как-то, ну, скажем так, врач сказал так, явное переутомление, нервные срывы, но сказали, если бы я ничего не делал бы, типа, дома сидел бы, 3-4 дня инсульт, инсульт, там больница, это Боткинская больница, а при ней там все, выписка есть, вон держит выписка, выписка, выписка есть, выписка есть, на четырех листах, аж на четырех листах, то ли ремонт идет, больница, то ли что, то есть меня перекидывали с одной палаты в другую, то есть я поменял где-то три палаты за это время, три палаты, то в одной, то в другой, да, но в целом нормально все, ну, это платная, заплатил 45 тысяч, да, 45 штук, 44 или 45 тысяч заплатил, вот, за трое суток, за трое суток, да. Показывай выписку или пиздобол, стоп-донат, стоп-донат, чат-плюс. Вот выписка, вот выписка, вот, на четырех листах, диагностика, функции печени, вот выписка, вот все анализы полностью, все анализы, видите, вот, на что обратить внимание, написано на тромбоциты, на тромбоциты обратить внимание, вот, все остальное в норме. Вот, шестнадцатого. Веримит, это наркологическая клиника, как она, нахуй, Боцкинская, это рехаб. Это от Боцкинской? Рехаб, да, рехаб, да. Вот, ну, поставили еще и, это, как ее, короче. Давление. Ну, что, будем, будем как-то так. Рехаб, да, рехаб, рехаб, да. Рехаб, но это Боцкинская, это все равно все от Боцкинской, вот, здесь даже написано. Восемь, хэппинес мне поставили, восемь, восемь. Дома я бы одну не выдержал бы, ни-а. То есть, не пошла бы тема. Все равно пришлось бы их там постоянно вызывать, и, короче, они говорят, лучше тебе, говорит, туда. Ну, я так недолго думаю, ну, ху с ним, блядь, давай туда, блядь. Короче, брык, нахуй, туда поехали. Да, там забирают телефоны, там все забирают. Ну, в принципе, за три дня поставили на ноги. Конечно, там горстями просто, это самое, таблетки эти все, успокоительные там, для сна, там туда-сюда. Ну, я хоть поспал, я вчера спал до пяти вечера, прикиньте, я уже забыл, когда я так спал. До пяти вечера. А как все начиналось, давил на жалость, но случайно заскветил бланк Веремида, погорелый цирк Петросян, наебщики. Ну, в больничке. Ну, в больничке. Шком ударенный. Ну, так там они такие таблетки дают, там вообще, я говорю, ходишь вот такой в коматозе вообще, вот так. Сейчас еще немножко отпустил, на самом деле. Я-то думал, хуже будет. Да. Нет, ребят, сейчас заходят паузу. Пока. Ты ж клялся, что в рехап не поедешь. А РСП взяла тебя и сдала оттуда, как стеклотару. Еще и подписчиков обманула. Нет, нет, нет. Нет, так нужно было. Так нужно было. Так было нужно. Так, что такое заторможенный? Кольнули, что ли, чем? Да, конечно. Там по сколько? По три укола в день. Три укола в день. По две капельницы в день. А то и по три. Это самое. Ну и таблетки разные всякие. Там от давления, от сердца. От того, от всего, короче, от всего. Горстями просто. Вот такие анализы. Какие анализы. Какие анализы. Да. Серега, привет. Че за движ с Маргенштерном сорвался? Ты что-то на прошлом стриме расстроился и не стал говорить. Че так? Короче, меня пригласили в Дубай. На мероприятие, которое должно было быть под секретом. На котором, в том числе, должен был быть Маргенштерн. И не только он. И он знал, что я тоже буду. И он как бы об этом сказал. Потом пост этот удалил. Но как бы заказчику это не понравилось. И поэтому все пошло не так, как надо. Аннулировали контракт. И, короче, вот и все. Просто если такие дела делаются, конечно, надо как-то интригу держать, интерес подогревать и так дальше. Чтобы людям интересно было. Правильно? В Маргенштерном, да, была там ситуация. Да. Вкратце так. А чего добавить нечего больше? Должны были выступать на одной сцене. На одной сцене. Там не только он, там много кто. Но в том числе и он. Так, ну что, разматывай, пацаны, да? О, ну что, разматывай. Сейчас, да. Все, разматывай. Это мои кабельницы. Это, мои кабельницы. Это на раскрою. Сейчас. Раскрою. Это на раскрою. Ну, все, не конец. Вот. Это вот примерно так. Лишь на 60. Ребят, ну дайте мне еще там несколько дней. Я приду в себя просто. Ребят. Что, я, в принципе, практически не ел. Смотри, осунулся немножко, да? Осунулся. Надо в барбу сходить, причесаться. Там форму, там все, все. Все сделать. Бабрицы нормально. Там все марафет навести. Может, завтра. Посмотрим. Понятно, что дальше. Дальше что? Дальше студия. Картины будем писать на следующей неделе. Встречи. С факсом встречусь. Да. Такие старые песни о клавном поставим. Ну, есть, есть чем заняться. Кирилл приедет. Там надо еще там дописать. Кое-что сделать, там доделать. Ну, так. Как-то так. Жалкое зрелище. Зрелище чего? То, что я вышел с больницы и себя хорошо чувствую. Это жалкое зрелище. Мне кажется, наоборот. Я сейчас, наоборот, так бодрячком, более-менее. Сейчас оживаю, оживаю, оживаю. Сейчас еще денечек отосплюсь. Денечек еще погуляю. Сейчас еще с собакой надо выйти, будет пройтись. Кружа ночь. Да. Да. Мне это не интересовалось. Но она, по-моему, не в курсе, что происходит. На Новый год будет движ? Да. Будет стрим. Будет стрим. Да. Будет. Будет движ. Будет движ. Почему сказали, что у тебя проблемы с нервами? Потому что я сегодня разговаривал с психологом. Перед выходом там разговариваешь с психологом. Да. Ну, задают там разные вопросы. Там туда-сюда. Там, короче, у меня проблемы с нервами. Нервный слив. Нервный слив. Сережа, позвони Виктории. Она волнуется. Ждет твоего звонка. Кикангер тру. Она тебя закопает через два года. Что я ей позвоню? Что? Что я ей позвоню? Пожаловаться, что мне хуево, блядь, за здоровьем? Да, или что? Да. Чипа Дейл бежит на помощь, или что? Серега, блядь. Как можно было проебать Дубай с Маргинштерном? Ты такой лох. Это просто космос. Еще и бабки пролебал. Ребята, ребята, как? Ребята, это Маргинштерн просто сделал там косяк. Он выложил пост, в котором там написал, что я там буду, еще там будет там это. Потом его, конечно, удалил, но организаторы это все зафиксировали. И, конечно, им это не очень понравилось, потому что, ну, как бы они хотели все-таки интригу держать. А тут получилось так, что уже слив пошел в информацию. И я-то не писал ничего. То есть, это не ко мне, а к Маргинштерну вопрос. Чего я-то не знал?